Всем привет, мои дорогие! С вами, как всегда, Марина, канал Таро Даймонд Рим. И сегодня будем делать расклад на тему, что между вами, какие чувства, какие планы, какие намерения и, соответственно, ближайшие какие-то перспективы. Напоминаю вам, что карты Таро у нас показывают ситуацию, они нам не предсказывают будущее. Первое – это расклад на ситуацию, чтобы вы поняли скрытые моменты, смогли навести порядок у себя в голове, в своих мыслях и в своих чувствах и принять правильное решение. Итак, я буду использовать сегодня колоду, универсальный ключ, классическую колоду. И для того, чтобы пришла именно ваша ситуация, вам нужно тщательно визуализировать своего партнера. Подумайте о нем хорошенько, вспомните его, назовите его имя, вспомните его манеру двигаться. Его голос, какие-то подробности именно ваши личные. Помните о том, что расклад общий, расклад будет на один вариант. И если ситуация резонирует, то смотрите дальше. Если вообще не о вас история, то, пожалуйста, не мучайте себя, уходите с видео и выбирайте другое какое-то, потому что у меня на канале их много, вы обязательно найдете свое. Если вы хотите обучиться делать расклады таро для себя, для своих близких, либо сделать это своей профессией, обращайтесь, пожалуйста, ко мне в личку. Анонс обучающего курса, ролик с анонсом под каждым моим видео. Итак, я надеюсь, вы уже подумали о своем мужчине. Ну что, у нас на дне колоды выпадает четверка жезлов. Это говорит о том, что между вами отношения серьезные. Либо это вообще семья, совместное проживание какое-то, либо просто стабильные, уже укоренившиеся такие отношения, которые просто так не вырвать из земли, просто так не вырвать укоренившиеся растения. Точно так же и ваши отношения не вырвать из вашего сердца, из вашей жизни. Ну, в общем, здесь нечто такое стабильное, как вот видите, четыре ножки у стола или четыре ножки у стула. Очень устойчивая конструкция. Итак, давайте будем смотреть ваша линия. Что вы чувствуете к мужчине, что он чувствует к вам, что препятствует вашим отношениям с вашей точки зрения, с его, что вы скрываете от мужчины, что мужчина скрывает от вас, как будут развиваться ваши отношения в течение какого-то ближайшего времени, итог ваших отношений на ближайшее время и совет вам. Так, давайте я здесь добавлю сейчас и посмотрю. Так, девочки, интересный получился у нас расклад, конечно, потому как здесь может, как я уже сказала, отыгрываться даже отношения семейные. Некие, но дело в том, что, ну, либо, либо у вас просто вот, ну, действительно чувство к этому мужчине есть. Настоящие чувства здесь есть, потому что вашим сигнификатором выпадает десятка кубков, а он выпадает вообще у нас императором. И если говорить об энергетике расклада, я не скажу, что энергетика тяжелая. В принципе, здесь люди подходят друг к другу, у них огромное стремление, влечение друг к другу. Есть чувства, все, в принципе, так вот, если, знаете, посмотреть просто, вот, окинуть взглядом в расклад, то, в общем, расклад позитивный. Однако, по итогам здесь у нас выходят очень интересные такие вещи, о которых, конечно, не хотелось бы их озвучивать, но придется. Четко вижу, что по этому раскладу здесь есть либо треугольник, либо четырехугольник. Потому что, потому что присутствует здесь лишняя энергетика, посторонняя энергетика. Почему говорю лишняя? Потому что отношения все-таки между вами и вашим мужчиной. Но здесь, я вижу, может присутствовать как мужчина, так и другая женщина. Но женщина в каком качестве здесь может присутствовать? Конечно, может быть соперница, а может быть человек, который, в принципе, влияет на ваши отношения. Королева мечей – это может быть кто угодно. Его мать, его подруга, его коллега, его бывшая какая-то женщина, его сестра. Вот абсолютно, совершенно кто угодно. Этот человек не самым позитивным образом влияет на энергетику ваших отношений. Давайте начну с вас. Что могу сказать по вашему раскладу? Вы человек очень сильный, вы человек харизматичный. И вы понимаете, что оказываете некое конкретно прям серьезное влияние на этого человека. Вы не то чтобы чувствуете себя главной в ваших отношениях, но вы знаете, что он эмоционально от вас зависим. Вы знаете, что вы ему нужны. И вы знаете даже, как правильно с этим человеком себя вести. Вы знаете это. Всегда ли вы так поступаете, это неизвестно. Но, тем не менее, вы знаете, вы чувствуете, по крайней мере, это. Но если вы не совсем допонимаете, то я вам озвучиваю. Вы человек, который действительно ему нужен и который на него влияет каким-то волшебным образом. У вас выпадает в сигнификаторе десятка кубков замечательный аркан, который вас, в принципе, вас саму нам показывает как человека очень эмоционального. Как человека, который способен любить, который способен дарить свою любовь. Всю палитру чувств самых замечательных и прекрасных вы способны дарить этому человеку. Как я уже сказала, у некоторых отыграется семья, у некоторых просто вот такие вот эмоционально наполненные отношения. Если вы в семье, то да, здесь действительно может быть присутствие вплоть до другого мужчины. Другого мужчину здесь мне вот явно четко показывают. Если он у вас есть уже сейчас, этот другой мужчина, ничего удивительного. Если его нет, то он появится у вас в ближайшее время. И в скрытом у вас лежит маг. Ну, конечно, можно было бы сказать, магичьте на него, да? Нет, я так не рассуждаю. Я рассуждаю именно таким образом, что вы очень-очень этого человека к себе взяли его, вот знаете. Эмоционально и энергетически вы его прям взяли. Он о вас думает и день и ночь. Этот мужчина не может вас забыть, потому что вы имеете особую власть над ним. Может быть, даже он когда-то вам говорил об этом, что вы имеете какую-то особую силу, особую власть над ним. Сильный вы человек. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что у вас есть некие способности. Возможно, к эзотерике, может быть, к энергетическим каким-то вещам. Можете делать энергетические практики. Хороший психолог. Вот все эти вещи, они в вас есть. То есть вы от природы наделены очень большой силой. Подумайте. Силой энергии. Подумайте, возможно, вам нужно в этом направлении развиваться. Что касается мужчины. Да, и кстати, с вашей стороны выпадает один старший аркан, и это маг. И это вы. Почему я и делаю упор, что подумайте о своих возможностях, о своих способностях, потому что вы выпадаете магом. Это очень сильный аркан. Что касается вашего мужчины. У него мы видим на его стороне два старших аркана. Это император и сила. Сила в чувствах к вам. Здесь просто сумасшедшее влечение. В первую очередь, этот мужчина хочет вас физически. И чувствует к вам влечение именно физически. Но аркан сила также говорит о том, что здесь может быть столкновение характеров. Мужчина очень непростой. Мужчина император. А вы маг. Представьте. Ничего так, да? Парочка у нас получается. Мужчина гордый. Мужчина самодостаточный. Мужчина. Даже если он ничего там из себя особо не представляет в материальном положении. Гонору все равно знаете, как у Барбоски Блох. Извините за такое слово. Но тем не менее. Потому что император, он такой. Он такой. И довольно материально ориентированный мужчина. У него здесь в препятствиях лежит Аркан Туз Пентаклей. Который говорит о том, что для него материальный вопрос важен. И сейчас есть какие-то, возможно, трудности у него с этим. Возможно, между вами какой-то материальный вопрос может отыгрываться. Но также это говорит о том, что мужчина, он способен на стабильные отношения. Он способен на них. И вам, в общем-то, он даже с удовольствием бы такие отношения дал. Но здесь перед каким-то он стоит выбором. В чем-то он не уверен. Что-то сейчас происходит. Конечно, это период. Нам показывают еще этот период в его жизни, когда что-то меняется. И он понимает, что ему нужно что-то менять. Ему нужны новые приоритеты, ему нужны новые цели, ему нужны новые планы какие-то. И он это держит от вас скрытым. Вы не знаете о его настоящих намерениях. Возможно, даже и в отношении вас. В чувствах к вам Аркан Сила. Здесь мужчина абсолютно однозначно к вам прикипел физически. В первую очередь вы его волнуете как женщина. Как вот эта прекрасная женщина. Очень большое влечение к вам на физическом уровне. Очень большое влечение. Но также, я вам уже сказала, это может быть столкновение характера. Ну, тут не совсем как бы нашла коса на камень. Но вы оба сильные люди. Он это осознает и понимает. И это еще больше его привлекает в вас. Но Сила также говорит и о том, что мужчину в принципе влечет очень сильно к вам. Он от этого... Ну, ничего удивительного. У вас Аркан Мак выпал. Мало того, что вы вот такой человек, который умеет дарить любовь, заботу, счастье. Он это все прекрасно понимает. Что вы многограннейший человек. Что вы великолепнейшая личность. Как может к такому человеку не тянуть? Ну, знаете, вот у меня сейчас даже идет такая информация, что возможно он вам даже что-то типа этого говорил. Что какая вы там, я не знаю, умная, интеллигентная, сексуальная и так далее. Красивая, вот что-то такое, что-то такое между вами могло быть. Очень сильно тянет мужчину к вам. Но мужчина гордый. Мужчина очень такой, если вы, допустим, поссоритесь, ему будет сложно идти на контакт с вами. И вижу влияние какой-то женщины. Вижу. И вижу влияние мужчины. У вас в препятствиях и потом, в дальнейшем, так сказать, будет отыгрываться некий мужчина, который повлияет на ваши отношения. То есть в вашей жизни проиграется энергетика нового мужчины. Либо он уже сейчас есть в вашей жизни. Ну, какой-то партнер у вас есть. Либо просто вообще замужем. Всякое бывает. Расклад-то общий. Ситуации разные. Но мужчина здесь будет присутствовать обязательно, направленный к вам. То есть с какими-то чувствами, со страстью, с какими-то новыми планами к вам. Поэтому здесь вы еще окажетесь в такой ситуации, когда вам будет сложно решить, в какую сторону повернуться. Остаться с этим мужчиной. Либо уйти в новый путь с тем мужчиной. Вам будет прям сложно, очень сложно решить. Интересно, видите, чем интересна ситуация, что здесь явно нам показывают другого человека. Здесь он как буря какая-то ворвется в вашу жизнь. Либо он уже присутствует, и мужчина страстный, и мужчина такой, знаете, активный, горячий. Но как-то вот здесь больше идет мне даже информация, что это новые, новые какие-то отношения. Прям вот можете быть с ним на расстоянии, с этим человеком. Но такой человек преодолеет любое расстояние, лишь бы к вам примчаться. Вот, поэтому здесь будет вам такая сложная довольно ситуация. И дело в том, что нам показывают, что вот как раз влияние другого мужчины может вообще привести к тому, что вы поставите точку в этих отношениях. Десятка мечей выпадает. Ну, мы смотрим ближайшие перспективы. Как поставили точку, так сможете ее и в запятую превратить. Но здесь явно вмешательство третьего лица, вмешательство мужчины какого-то, любовника, любовных отношений. Может быть, вы не станете с ним любовниками, поклонником. Поклонника, да. Правильнее сказать, тут поклонника. И будут у вас вот эти метания, терзания, непонятки с тем, куда вам делаться и как дальше действовать, куда идти. Ну, вот такой интересный у нас получился сегодня расклад. В совете вам выпала девятка жезлов. Ну, этот аркан вам говорит, что очень серьезно подумайте вообще над всем, что происходит сейчас в жизни вашей. А для того, чтобы правильно потом продолжать ваш путь как-то рационально, рационально нужно размыслить. На основании своего предыдущего опыта прям все тщательно взвесить. И еще знаете, еще что говорит этот аркан? Не допускайте слишком легко людей в свою душу. Вот если у вас будут новые отношения какие-то, то очень сильно подумайте, стоит ли раскрывать, распахивать свою душу на распашку. Потому что это не всегда полезно. Ну, вот такой совет. Такой интересный расклад у нас сегодня вышел. Если вы находитесь в ожидании, если вы находитесь в каких-то таких тянущихся долго отношениях, потому что я вижу, что мужчина вам дорог здесь, да, но у вас выпадает рыцарь Пентакли в чувствах к нему. То есть какая-то подвисшая ситуация, как-то мужчина здесь не действует, как-то что-то здесь происходит такое. Недостаточно вас удовлетворяющее. Поэтому он просто, этот мужчина может свой шанс упустить, потому что другой лихой всадник на вороном жеребце в вашу жизнь придет. И он может просто вас потерять. Ну вот так. Если был интересен мой расклад, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал. Буду рада вашим комментариям. Очень благодарна вам за ваши прекрасные письма в личку. Всех целую, всех люблю. Желаю всем только самой светлой, безоблачной любви, всех благ. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok